Аптека для бережливых Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город в студии Максим Новиков. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях в понедельник, а 6 августа. Смотрите сегодня в эфире. Тело 13-летней калининградки, утонувшей в Светлогорске, найдено в Пионерском. Печальная статистика и предупреждение спасателей на жаркую неделю для отдыхающих на воде. Опасные водоросли добрались и до калининградского побережья. Роспотребнадзор также взял пробы воды. На пляже у Балтийски она не соответствует нормам. Он прошел, но его обсуждают и сегодня. Калининград сити-джаз и музыкальный коктейль из разных исполнителей. В кого на этот раз влюбились калининградцы? У кого праздник, тому и правила не писаны. Очередной видеоролик со свадебным кортеджем, который теперь обсуждают всем городом в социальных сетях. Шоколад, алкоголь и сигареты. Эксперты подсчитали, во сколько обходятся вредные привычки. Попробуем подсчитать затраты все вместе. Перейдем к первой теме. Сегодня практически все СМИ облетела страшная статистика от спасателей. За выходные на водах Балтики погибло 6 человек. Трое – это маленькие дети. Сегодня в море на пионерском курорте было найдено тело 13-летней калининградки. Девочку накрыло волной и унесло в море. А на Балтийской косе в эти выходные утонул мужчина. И в то время, как МЧС утверждает, что большинство погибших купались в запрещенных для этого местах, пренебрегая информацией об опасных течениях Балтики и погодных условиях, очевидцы уверены – трагедия бы не произошла, если бы на берегу были установлены соответствующие знаки. Мужчина был не местный, он был из Москвы. И, по словам жены, они ехали на косу со Светлогорска. Они не знали, что там нельзя купаться. Не было нигде ни знака, ни щита, которые… Ну, элементарно поставьте щит, предупредите людей. Это был взрослый мужчина, у него в этот день был юбилей 50 лет. Не справляются люди, уносят. Ничем не можем помочь. К сожалению, хотелось бы, да, чтобы хотя бы обозначения, чтобы привлекли общественность, людей, чтобы были обозначения щитки, буйки. Сейчас МЧС сообщает, они усилили работу по профилактике гибели людей на воде. Так, за минувшие выходные было проведено 17 дополнительных рейдов. Помимо инспекторов в них принимали участие представители калининградского казачества и волонтеры. Подошли к пляжу несанкционированному, где купаются отдыхающие, провели с ними беседу, им очень понравилось, они теперь соблюдают правила, цели патрулирования достигнуты, задача выполнена успешно. При этом МЧС напоминает калининградцам, купаться можно только на официальных пляжах, оборудованных спасательными постами, соблюдая все рекомендации спасателей. И в продолжении темы. Волна экстремальной жары и ее последствия теперь в полной мере отразились и на водах Балтийского моря. Ситуация с опасными водорослями может пойти по сценарию, который неделю назад развернулся в Польше. Роспотребнадзор просит учитывать тот факт, что сейчас идет активное цветение водорослей. Тем временем, согласно пробам воды, которые были взяты возле пляжей в городе Балтийске, вода там не соответствует нормам, купаться там не рекомендуется. В то же время, по словам ученых из Института океанологии, цветение воды – это ежегодное явление. Однако в этом году процесс происходит быстрее, чем обычно из-за аномальной жары. Если раньше в июле водоросли только цвели, то в этом году из-за жаркой погоды они уже отмирают, чем и представляют опасность. Есть два вида массовых. Это афонизоминное цветение воды, он так и называется, флосаква – это цветение воды, с латыни в переводе. А другое – надулярия. И если афонизомин считается, что он не выделяет токсичных продуктов обмена, то надулярия – это облигатно-токсичный вид. То есть она всегда, когда она развивается, она всегда выделяет токсичные вещества. Специфически это маленькие молекулы, очень ядовитые, надулярин называется. Это такие белковые небольшие молекулы, которые могут проникать через любые мембраны живых клеток, и поэтому все клетки могут повреждать. Когда эти водоросли отмирают, то вот как раз эта фаза, когда желтенькие они уже, и потом они отомрут, и их остатки упадут на дно. А вещества, которые выделились в воду из этих клеточек, они токсичны, и они могут вызывать гибель водных организмов. Молекулы этих водорослей сравнивают с цианистым калием. Однако, как утверждают ученые, смертельную опасность они представляют только в больших количествах на малое содержание воды. А в Балтийском море они встречаются небольшими скоплениями, но тоже могут неприятно повлиять на нас. А при малых концентрациях – это конъюнктивиты, это дерматиты, это диареи. И ученые Института океанологии и сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют горожанам воздержаться от купания. А тем, кто все же посетит морские берега, настоятельно рекомендуют мыться под проточной водой сразу после плавания в море, чтобы смыть с себя токсичные частицы. К середине недели температура воздуха в Калининграде вновь превысит среднюю историческую норму на 11 градусов. Но до соседей нам пока далеко, наверное, оно и к лучшему. Европа продолжает задыхаться от жары. В Вильнюсе пассажирам общественного транспорта из-за слишком высоких температур раздают бутылки с водой. В Вене служебным собакам ботинки, чтобы животные не обжигали лапы об асфальт. А Испания ставит абсолютный температурный рекорд. В и без того жаркой стране термометры показывают 48 градусов. Аномалию у нас зафиксировали сотрудники ботанического сада. Там уже второй раз за лето зацвели магнолии. Такое в ботаническом саду происходит впервые. В прошлом году расцвете тоже расцветали повторно, но на кустах было всего несколько цветов. В этом году, благодаря вот этой чудесной погоде, которая у нас продолжается начиная с марта месяца и по сей день, у нас магнолии взялись цвести всерьез. То есть все дерево действительно по-настоящему усыпано цветами, полноценными, красивыми. Часть из них даже с ароматом. То есть сейчас можно тем, кто не успел весной, прийти сейчас и посмотреть, как это выглядит на пороге практически осенью. Но в последний летний месяц это вообще удивительно. При этом эксперты предупреждают, необычное явление может плохо сказаться на самих растениях. Вместо цветения сейчас они должны уже готовиться к зиме и набираться сил. А вместо этого в ботаническом саду распускаются и другие растения, в том числе сирень, которая уже отсвела в мае. Эксперты утверждают, что из-за жары расцвести может чуть ли не весь сад. Растение волшебный орех, которое цветет зимой. Оно цветет в ноябре, в декабре, в феврале, в самые неподобающие сезоны. Вот сейчас, благодаря такому замечательному лету, которое выдалось и весне, оно заготовило уже цветочные почки. И часть их потихонечку начинает открываться, так, на пробу. А как будет открыться не зимой, а вот в такой теплый сезон? Вот это вот уже можно увидеть. А тем временем синоптики обещают повышение температур и дальше. Так, в четверг, 9 августа, столбик термометра поднимется до плюс 33 градусов днем, а ночью ожидается плюс 22, в то время как норма плюс 13. Жара спадет только к выходным. Температура понизится до плюс 20, плюс 21 градуса. К другим темам. Балтика сыграла в ничью с футбольным клубом из Владивостока. Матч проходил на территории команды соперника. Это первое очко в счет нашего клуба в рамках лиги ФНЛ после трех поражений. Спортивные обозреватели утверждают, такая ситуация сложилась, потому что некоторые футболисты влились в команду слишком поздно и не успели пройти предсезонную подготовку. При этом специалисты оценивают уровень нынешнего состава высоко и уверяют, что клубу просто необходимо сыграться. Ситуация такая близкая к сложной. И если вот ближайшие пару-тройку матчей команда не начнет резко прибавлять в игре, в первую очередь, потому что вот самое печальное, что игры-то особо нет, то тогда вот на наших больших имперских амбисах можно будет поставить крест, потому что сезон-то, в общем, такой был для нас очень важный с точки зрения борьбы за выход выше лигу. Сейчас в нашей команде главное наверстать упущенные очки. Пока еще ничего не потеряно, однако, как говорят специалисты, времени на раскачку команды уже нет. Следующий матч пройдет в Томске 8 августа. Команда сразится с бывшими подопечными нынешнего тренера Балтики Валерия Непомнящего. На несколько дней центральный парк превратился из места семейного отдыха в культурный центр города. Количество красивых и талантливых людей на квадратный метр просто зашкаливало. Всему виной Калининград Сити Джаст 2018, который уже в 13-й раз покоряет уши и сердца калининградцев. О главном музыкальном событии, которое на слуху даже после окончания, расскажет моя коллега Анастасия Соколова. Калининград Сити Джаст 2018 официально открыт. Концерт еще не начался, а здесь собрались уже сотни людей, как на самой территории, так и вне ее. Здесь, за забором, устроились калининградцы, которым не удалось купить билет. Но все они ждут хедлайнеров этого вечера, и мы вместе с ними. Мы ходим сюда уже сколько лет? Очень много. И нам этот фестиваль очень нравится. Это супер фестиваль, он очень классный. Мы ждем веселья и радости, как всегда. Калининград не такой большой город, и это самый значительный фестиваль в году, на мой взгляд. Я жду классной музыки, я жду хорошего настроения. И самое главное, чтобы погода нас не подкачала у нас в Калининграде. Да вообще будет классно. Я, несмотря на то, что всегда жила в Калининграде, первый раз на фестивале. Да, мне свезло наконец-то. Ну, хочется увидеть, что на себя представляют, поучаствовать, почувствовать. Вообще всех ждем. Особенно, наверное, итальянцев. Один из самых любимых народов. И в Италии были много раз. Это особый менталитет, даже чем-то близкий к российскому. Активные, веселые люди. Хочется посмотреть на них. Сами итальянцы Румбо де Бодас тоже ждали этой встречи. Еще днем они начали репетировать. И, кстати, были уверены, незнание языка никак не помешает им со зрителями понять друг друга. Язык вообще не имеет никакого значения. Какие-то слова из разряда понятия свободы. Все понимают. А вообще мы хотим, чтобы люди двигались. Мы заставим вас танцевать. Поэтому язык вообще не проблема. И итальянцы знали, о чем говорили. С первых минут, как они вышли на сцену, все свободное пространство было заполнено слушателями. Многие покидали сидячие места и начинали танцевать. Под музыкальный коктейль латиноамериканской музыки, фанка, свинга и ска, Румбо де Бодас влюбляли в себя всех. Несмотря на то, что в творчестве группы джаз занимает не первое место. Еще одна любовь зрителей – это другой коллектив Термейтс. Он тоже вобрал в себя множество направлений джаз. Для них больше школа, нежели стиль творчества. Вообще джаз, культура такая уже устоявшаяся. И, в общем-то, не важно, насколько он широк для масс, не важно, насколько сильно музыкант использует его непосредственно в своем творчестве. Важно, чтобы человек был знаком с этой культурой, потому что там очень много, в ней очень много заложено. То есть, оттуда можно черпать бесконечно. И это, я считаю, обязательно. Просто быть знакомым со стилем, уметь играть – это переносится во всю остальную музыку, мне кажется. Точно так же, как и классика. То есть, это такие базовые вещи, без которых вся остальная музыка была бы, наверное, чуть скупее. Судя по эмоциям зрителей, Термейтс черпает из джаза эмоциональность и зажигательность стиля. И публика отвечает тем же. Калининградцы услышали и исполнителей традиционного джаза. Специально на фестиваль приехали Дэвид Мюррей, Винкс, Матти Кляйн и Свинк Тартура. А в промежутке между выступлениями калининградцы смогли поистине приобщиться к джазу, купить стилизованные пластинки, сфотографироваться в фотозонах и даже больше. В перерыве между концертами можно не только прогуляться по территории, но и сфотографироваться со звездами. Столько красивых людей, столько красивой музыки. Просто самое лучшее мероприятие города, по-моему. Каждый год ждем вас с нетерпением, покупаем заранее билеты и просто наслаждаемся. Знаете, фестиваль на самом деле шикарный. Я небольшой фанат, естественно, джаза. Я рэпчик больше люблю, гуф, шуфик и так далее. Но действительно, на сегодняшний день я поразился этому фестивалю. И может быть, я когда-нибудь даже приобщусь к джазу. Супер, очень круто, очень джазовый. Мы каждый год пытаемся сюда попасть, каждый год обещаемся купить билеты. Каждый год этого не делаем, но наконец-то мы это сделали. Красивые люди, замечательная музыка, потрясающая атмосфера. И это не может не радовать. Мне всегда нравится, что это не чистый джаз. Всегда что-то разбавленное. Как всегда, очень хорошо. Нравятся люди, нравится музыка, нравится, нравится, что... Вот Полина у нас первый раз на джазе. Полина, как тебе музыка? Как тебе мероприятие? Полина, скажи, хорошо? Да. Да. Вот и подошел к концу третий день сити джаза. Уже завтра на месте фестивального городка. Будут, как обычно, прогуливаться горожане. А эти буквы спрячутся в темном складе до следующего года. Поэтому нам остается только попрощаться с вами и пойти наслаждаться последними выступлениями на Калининград сити джазе 2018. Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум, служба новостей город. Миша, пойдем с каретой, не успеем. Назван город, куда россияне чаще всего летают на выходные. Это Амстердам. Исследование проводил один из порталов для путешественников. Калининградцы же любят посещать Европу через Польшу. Но 10 августа это будет невозможно. Почему? Узнайте далее в нашей постоянной рубрике короткой строкой. В России появится еще один государственный праздник. Владимир Путин подписал новый закон о дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. В 1783 году праздник будет отмечаться 19 апреля. Отменены 6 авиарейсов из Польши. Связано это с забастовкой пилотов ирландской авиакомпании Рен-Эйр. 10 августа самолеты не полетят из аэропортов в Варшаве, Гданьске, Кракове и Модлине. Также в этот день нельзя будет улететь в Стокгольм и Брюссель. Правительство области приобретет два новых электронных табло для Северного вокзала в Калининграде и для автовокзала в Зеленоградске. На эти цели из бюджета выделено 368 тысяч рублей. Табло нельзя будет не незаметить, ведь ширина конструкции составит почти полтора метра, а высота почти один метр. С этого понедельника поезд между Светлогорском и Зеленоградском будет отправляться на три минуты позже. Из Светлогорска в Пионерск электричка номер 6922 приезжает в такое же время, как обычно, это в 14.34, но стоит на три минуты дольше. Изменения сделаны для удобства пассажиров, желающих сделать пересадку из экспресса «Ласточка», у которого остановка в Пионерске в это же время. На конечную станцию Куликово состав теперь приезжает в 14.43. Калифорнийские ученые выяснили, что кальяны также вредны здоровью, как и обычные сигареты. Медики исследовали 48 добровольцев, которые в течение получаса курили кальян. В ходе исследования выяснилось, что сердечный ритм и артериальное давление, а также уровень никотина в крови испытуемых, такой же, как и при курении табака. Ранее Минздрав России выступал с инициативой запретить кальяны в барах и ресторанах. Смотрите во второй части нашего выпуска. У кого праздник, тому и правила не писаны. Очередной видеоролик со свадебным кортежем, который теперь обсуждают всем городом в социальных сетях. Шоколад, алкоголь и сигареты. Эксперты почитали, во сколько обходятся вредные привычки. Попробуем почитать затраты все вместе. Как прошли выходные, только позитивные новости от наших телезрителей и приветы, которые, возможно, адресованы именно вам. Эти и другие новости сразу после короткой рекламы. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Внедорожник улетел в кювет, свадебный кортеж пошел на обгон по встречной, а водители маршрутки автобуса подрались за клиентов, зато задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этих и других новостях смотрите в нашей постоянной рубрике «Место происшествия». В пионерский ленд-крузер после лобового столкновения с «Мерседесом» слетел в кювет. Автомобиль выехал на встречную полосу для обгона и на полном ходу врезался в «Мерседес». Во внедорожнике находилось двое детей. Во время столкновения никто не пострадал. Полиция задержала подозреваемого в квартирных кражах. До этого в дежурную часть обратилась женщина и сообщила, что у нее из квартиры пропали золотые украшения. По горячим следам предполагаемого вора удалось задержать. Свою добычу мужчина собирался сдать перекупщику, личность которого также установлена. На улице Держинского подрались водители маршрутки и автобуса. Очевидцу удалось заснять небольшой фрагмент потасовки, когда водитель маршрутки покидает свое рабочее место и бежит с возмущениями к своему коллеге из конкурирующей фирмы. По словам пассажиров, до этого конфликтующие обгоняли друг друга в борьбе за клиентов. На одной из калининградских дорог свадебный кортеж проехался по встречной полосе. Таким образом водители машин решили не стоять в пробке в столь праздничный день. Участникам движения, которые ехали по своей полосе, не оставалось ничего другого, как съехать к обочине и пропустить брачующихся. В Гусеве сильный ветер за пару секунд обрушил несколько деревьев. Ствол и ветки упали прямо на дорогу. Инцидент случился на Аллее Славы. Ураган с дождем достигал здесь 12 метров в секунду. Эксперты назвали самые надежные БУ автомобили. Первые места заняли исключительно иномарки. Так, самую качественную сборку и конструкцию отметили у Hyundai Solaris. На втором и третьем местах оказались Peugeot 508 и Volkswagen Polo. С другими новостями из мира экономики, бизнеса и финансов вас познакомит моя коллега Анастасия Соколова. Здравствуйте! И начнем с новостей страны. Миллионы рублей. Именно такую сумму за несколько лет тратят россияне на мелкие удовольствия и вредные привычки. Так, по данным РИА Новости, среднестатистический россиянин выкуривает полпачки сигарет в день примерно на 300 рублей в неделю. Каждую неделю он выпивает несколько стаканов кофе. На это уходит около 600 рублей. В выходные он покупает алкоголь и чипсы. Это 300 рублей. И на неделю покупает плитку шоколада. 100 рублей. Итого на вредные привычки и сладкие радости у обычного россиянина уходит 1300 рублей за 7 дней и 67 600 рублей в год. При этом ежемесячная зарплата россиянина в 2018 году составляет 42 тысячи рублей. Об этом сообщает Росстат. Такие данные приводит ведомство за первые полгода и отмечает, что это на 11% выше, чем за аналогичный период в 2017 году. Тогда средняя начисленная зарплата по России составляла 38 тысяч рублей. И к новостям мировым. США ввели новые санкции против России. Теперь эксперты анализируют все риски для рубля. При этом, по данным российской газеты, более сильного ослабления валюты ждать не стоит. Рубеж 64 рубля за единицу американской валюты на текущий момент выглядит незыблемым. Евро в августе дороже 70 рублей также ждать не стоит, сообщают эксперты. И к новостям региона. Калининградцам выплатили затраты по взносам за капитальный ремонт. Общая сумма составила 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Право на такую компенсацию имеют собственники жилья, которые проживают одни и не работают. Для людей старше 70 лет размер выплаты составляет 50% от суммы платежа. Старше 80 лет – 100%. Отметим, чтобы оформить компенсацию расхода по взносам за капитальный ремонт, нужно подать заявление в МФЦ по месту жительства. Цемент для калининградских строительных организаций подорожал на 20%. Такие данные приводят Росстат. Пожалуй, такое подорожание для строителей сравнимо с ростом цены на бензин. Его цена взлетела на 24%. Также эксперты рынка фиксируют рост стоимости электричества. Его цена поднялась на 14%. И это все бизнес-новости на сегодня. Меня зовут Анастасия Соколова. Увидимся на Первом городском. И в продолжении новостей экономики информация для тех, кто привык считать свои деньги. Курс валют от Центробанка на 7 августа. Курсы валют на 7 августа. Доллар США – 63 рубля 49 копеек. Евро – 73 рубля 40 копеек. Польский злотый – 17 рублей 20 копеек. В Зеленоградске проходят соревнования по серфингу. Черняховск готовится стать областной столицей по легкой атлетике. А премьер-министр страны тем временем решил судьбу Калининградского стадиона. Об этом далее в нашей постоянной рубрике «Новости спорта». В Зеленоградске проходят соревнования по серфингу. Спортсмены борются за звание чемпиона России. Участвуют профессионалы и начинающие укоротители волн. Стандартные заезды длятся по 15 минут, а финалисты покажут свое мастерство за 20-минутный интервал. Состязания будут проходить до 12 августа. Дмитрий Медведев утвердил дальнейшее будущее стадиона построенных к Чемпионату мира. Семь футбольных арен, в том числе и в Калининграде, в следующем году перейдут в региональную собственность. На новых территориях планируется проводить мероприятия местных спортивных клубов. Также планируется сдавать помещения в аренду под офисы, рестораны и клубы. В Черняховске откроют стадион и тут же устроят соревнования по легкой атлетике. А в состязания будут участвовать школьники со всей области. Мероприятие будет приурочено к Дню физкультурника, который отмечается 11 августа. Денис Черышев занял первое место в рейтинге самых сексуальных мужчин по версии популярного российского онлайн-журнала «Для женщин». За время Чемпионата мира футболист забил 4 гола, ну а читательница портала отмечает, что по делу от него приятные мурашки. Жители Калининградской области продолжают делиться фотографиями с пляжей. К джипам, квадроциклам и военной технике в зону отдыхающих добавился трактор с мусором. Приехал он на пляж не просто так, а для того, чтобы забрать одного из отдыхающих. Люди, кстати, были не против такого соседства и не возмущались. О том, что еще обсуждается в сети, смотрите в следующей рубрике «Социальные сети». Среди пользователей становятся популярными роли, где главным героем стал Антон Алиханов. Губернатор исполнил соло на гитаре в рамках закрытия фестиваля «Калининград Сити Джаз». Бизнесмен Владимир Хацман аккомпанировал главе города. На рояле зрители оценили выступление бурными аплодисментами. А вот в «Калининградском дельфинарии» сняли видеоролик от лица тренера дельфинов. На кадрах он показал, что значит быть на его месте. Словно под руководством зрителя, дельфины танцуют, играют, демонстрируют сложнейшую акробатику. Видео получилось интересным и захватывающим, набрало уже более 80 тысяч просмотров. Ну а эти кадры прислали из города Инта. На них из вагона поезда «Почта России» выбрасывают посылки. К слову, на перроне их никто не ловил, и они просто падали на асфальт. Кстати, возле вагона стоял мужчина, который получил несколько посылок лично в руки. И аккуратно их сложило вот остальное, с шумом падало на землю. В Казани затопило автобус, когда он переезжал через гигантскую лужу. Пассажиры спасались от воды, залезая с ногами на сиденье. На кадрах, снятых снаружи, видно, какой уровень осадков выпал. Люди воспринимали это с позитивом и просили друг друга сфотографировать их в тонущем транспорте. Ну а это видео очень быстро набрало популярность сети. На кадрах житель Америки показал, чем чревато носить банковскую карту в заднем кармане брюк. И почему не стоит подключать функцию бесконтактной оплаты. На кассовом аппарате он ввел сумму, потом подошел к человеку, у которого в кармане брюк хранилась карта, приложил аппарат, и сумма автоматически списалась. Этим видео, по словам автора, он хотел предостеречь людей от мошенничества. А какие новости произошли за выходные в понедельник у наших телезрителей? Хорошие новости, у меня гости приехали. То есть я очень рада, то есть их видеть, людей этих. Вот, поэтому я счастлива. Упала жара, наконец-то, и хорошая температура, комфортная для того, чтобы спокойно можно было гулять по городу. Лето хорошее проходит, все отлично, все замечательно. Я учусь на права. Скоро отпуск. Я мечтаю идти в год, закончить работу, идти в год с годами. Скоро мы, одноклассники, встречаемся. В 80-м году школу закончили, мы до сих пор каждый год встречаемся. Дочку замуж выдаем. Вот, самые хорошие новости. Свадьба – это поистине волшебный день, но почему-то все привыкли думать, что переживают за успешный праздник только молодожены. И красиво выглядеть тоже должны только они. Ведь каждый гость на один день выбирает себе наряд. Как сократить время поиска в платье и найти несколько нарядов для важного праздника в одном месте, смотрите далее. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Приехала выбрать платье для особого случая. Ну, кружева, которые представлены здесь, они меня просто поразили. Потому что такие кружева – это имитация средневековых кружев Ришелье. Я не знаю, как поделиться. Потому что какое платье бы не померила, они все потрясающие. Ну, сами посмотрите. Я Скарлетт О'Хара. Изысканный силуэт. Замечательный цвет. Ну и замечательные ткани. Классное платье. Мне очень нравится его материал, его длина и как оно сидит на фигуре. Я давно искала такое платье. Это замечательный вариант для торжественных случаев платья. Я буду как диковинный цветок на любом празднике. Я влюбилась в это платье. 3D цветы и воздушно летящий шифон. Мне кажется, это то платье, которое я искала. Машенька, какое замечательное платье. А я не смогла определиться. Беру все три. Мне тоже понравились все три платья, поэтому я их купила. Пойдем. Загляните в Калининградский пассаж. Ваше платье для особого случая в магазинах «Метафора» и «Биби-студио». На этом все. Если вы стали свидетелями интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии был Максим Новиков. До встречи в городе. Генеральный спонсор службы новостей «Город» – сеть аптек «Аптека для бережливых». Та, что ближе, та, что дешевле, та, что с большим выбором. В нашем городе много аптек. Но какую выбираете вы? Почему вы выбираете аптеку для бережливых? Да потому что здесь есть все, все в одном месте. И ортопедия, и офтальмология, и медтехника, и самое главное – выбор детского питания. Мы каждый день что-то новое пробуем. Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас.